Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время, у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. На канале «Как стать любимой?» Ведунья Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Я очень вам благодарна, я вас очень люблю, мои дорогие подписчики, мои зрители, просто гости. И если вы по ленте увидели в рекомендованных мои видео Вивьена, знайте, это вам знак. Есть еще второй канал, сейчас он называется «Тайны любви и жизни Вивьена». Заходите и туда, смотрите видео, ритуалы, онлайн ритуалы, медитации. Есть медитация на снятие депрессии, замечательное с глаза. Ритуалы есть онлайн. Смотрите, есть ритуалы, которые вы можете сделать сами. Сегодня также подписывайтесь в группу в Facebook. Я очень рада вашим подпискам. Сейчас на YouTube меняются алгоритмы, все чего-то крутится, неправильно показывают подписчиков, неправильно показывают, сколько просмотров. Ну, что-то там на YouTube меняется, потому что работают роботы, но роботы могут ошибаться. Это только наш человеческий мозг, он может все. Это огромный-огромный компьютер с миллиардами файлов. И сегодня у нас такой расклад. Тоскуешь ли ты обо мне сегодня? Твои мысли и чувства сегодня. Тоскуешь ли ты обо мне? Тоскует ли человек? Скучает ли? Это мы узнаем. Мы залезем в него туда, в голову залезем. Расклад будет общий, поэтому сначала я буду давать характеристику человека, если вам подходит, то смотрите дальше. В конце видео я вам расскажу ритуал. Кто смотрит вот сейчас, сегодня... Какое число, знаете, конец апреля? С 30 апреля на 1 мая есть такая знаменитая ночь, когда проходят шибаши у ведьм. И называется это «Вальпурговая ночь». К 1 мая у святой Вальпурги, вот ее почитают в этот день католики. К шибашам никак не относятся, просто вот такое название стало. На самом деле это была дочь короля английского Ричарда, которая ушла в монахи, и ее почитали святой. И она помогала людям, сама была монахиней, она помогала влюбленным, она помогала соединять сердца. Вот такая вот история, могу про нее долго рассказывать, но начнем расклад. Кому надо лично, пожалуйста, мои контакты на экране, в описании и в закрепленном комментарии. В описании, чтобы посмотреть, нажимайте на название, и внизу у вас выпадает описание. Там есть мои контакты. В закрепленном комментарии я даю еще вам рекомендованные видео. И в конце видео, всегда за 20 секунд до конца, есть конечные заставки. И также есть подсказки. Вы можете нажать и посмотреть видео, которое я вам рекомендую. Заходите на второй канал, там было тоже интересное видео, смотрите. Так, а теперь, и все мои ссылки, все и в описании, и в закрепленном комментарии. По поиску находите просто слово Вивиена, и откроются два канала. И начнем расклады. Будем раскладывать сегодня. После расклада, я опять перебила себя. После расклада я вам расскажу, как сделать замечательный вызов через Вальпургию Святую. Вот этот вызов делать можно только один раз в году. Поэтому, если кто-то опоздает, то запишите себе. Это очень замечательный вызов. И если человек вам по судьбе не противоречит вашей судьбе, он обязательно объявляется, приходит или напоминает о себе. То есть это будет вызов. А дальше вы уже строите отношения. После вызова не надо гав-гав-гав, тяф-тяф-тяф. Все, вы тогда отдалите человека навсегда. Нужно тихо, мирно отношения приближать. Ну, теперь давайте успокоились. Успокоились, ни о чем не думаем. Все отставили, приняли удобную позу. Руки, ноги не скрещивайте, иначе контакта не будет. Представили четко человека, о котором хотите спросить, тоскует ли он. Можете положить фотографию, если у кого-то есть. Можете в телефоне. Смотрите глаза в глаза. Или представляете с открытыми глазами. Если вы будете с закрытыми глазами, вы с этим человеком расстанетесь. Всегда в воображении, когда мы что-то воображаем, визуализируем открытые глаза. Тогда это сбудется. И давайте искать этого мужчину. Ох, выскочили две карты. Давайте посмотрим. Ну, здесь какие-то... Посмотрим, что это такое. Выскочили две карты. Карты страсти, денег и общества. Люди, люди. Может быть, он где-то сейчас... Мы же смотрим на сейчас. Может быть, он где-то сейчас в гостях. Или у него какие-то гости. Что-то карты выскакивают. Ну, он думает о своем любимом жизни. Страдает. Так, ищем его. Я смотрю только на прямых картах. Ищем нашего любимого человека, влюбленного. Ух ты, вы рядом вышли. Сейчас я их отложу. Вот, все. Он о вас думает. Вы в голове у него. Ну, почему-то вы как далеко или охлаждение. Может быть, думает, у кого есть дети, он думает и о ребенке вашем. У кого нет детей, просто он вас представляет как маленькой девочкой. Но почему-то что-то отдаление. Так, что сейчас у человека по чакрам. Что у него сейчас вот прям вот... Сейчас у человека какое-то ощущение праздника, какого-то подарка. И он настроен на какие-то перемены, возможно, на какую-то дорогу. Что у него еще идет? В тайне он держит. У него есть какая-то тайна, скрытая тайна. Вот об этих вот событиях яркости. Может быть, он думает о вас, потому что вы у него в голове. Посмотрите. Вы как в тайне у него. Или тайно он думает о вас и не говорит о своих чувствах. Возможно, кто-то делал вызовы или притягивал его к себе. Это не обязательно привороты. Девочки, я не делаю привороты. Во-первых, у вас нет таких средств, чтобы работать над человеком. Приворот делается долго. Минимум от трех месяцев до восьми месяцев. Работают с человеком. И тогда точно он будет с вами. Запомните. Если вы собрались сделать приворот, а это порча, откат будет вам, вашим детям. Это договор ваш пожизненный с демонами. Но если вы все-таки решились, если ум куриный, то запомните. Если вы начали приворот, демоны вас не оставят. И будете это до конца жизни. Если этого мужчину вы решите бросить, а любви там не будет никогда, он только будет тянуться к вашей пипи и больше ничего. Гулять с другими бабами, пить, над вами издеваться. По-разному. Но будет идти к вашей пипи. Вы не отгоните. Будут страдать ваши дети, болеть и умирать. И обычно женщины, которые занимались приворотами, умирают от онкологии по женской части. Или грудь, или внизу яичники, матка. Чтобы вы знали. И дети болеют, и у детей отвратительная судьба. Поэтому подумайте. Просто говорят. Потому что здесь идёт что-то. Или человек держит вас в своей тайне. Вот понимаете. Не рассказывает, что у него там внутри. А у него всё горит. Что у него ещё? То есть сейчас. Вот какое прям сейчас. Сейчас у него... Знаете, он хочет каких-то перемен. Может быть, жаждет какую-то поездку, приезд. У него прям всё играет. И задумал он о чём-то... Думает о каких-то переменах, которые принесут ему жизненные изменения в солнечной. Но у него в ногах идёт, что у него на ногах цепи. У кого-то это будут даже магические цепи. Ну, у него на ногах цепи. Но дело в том, что вот такое как будто холодное что-то. Вот там звёзды. Как сердце холодное. Но солнце разогревает. Солнце разогревает этот металл. Солнце отогревает. Вот как будто человек борется с тем, что на нём есть. Или даже если на нём нет никакого... Ничего магического. Просто сам человек такой. Мы иногда сами делаем на себя порчи своими мыслями. Или у него есть какие-то тайны, которые он боится, что будут раскрыты. Вот какой он на данный момент человек. И у него тайны. Он о вас думает, иначе вы не вышли бы вместе. И теперь мы будем смотреть. Положим вас вместе, чтобы вы смотрели друг на друга. Притягиваем вас. Потому что любой мой расклад – это идёт притяжение. Я вас учу радоваться, улыбаться жизни и удивляться. Ну, а теперь будем смотреть сначала на другой колоде. Тоже возьмём сначала Ленорман. Потом будем смотреть на золотом Таро. Универсальное золотое Таро. Так. Некоторые говорят, что это любовное Таро. Нет, это не любовное. Это универсальное. Просто слышала у кого-то в раскладах. Любовным Таро будем смотреть. Это Голден Универсал Таро. Золотые универсальные карты Таро. Так. Задумались о человеке и будем смотреть, что он думает о вас сейчас. Что он чувствует к вам сейчас. Осознанно ли у него думы и чувства. И четвёртая карта будет, мы вот так положим. И четвёртая карта будет, тоскует ли он по вам. Тоскует ли он по вам. Вот так вот у нас будет видно всё. Мы будем смотреть. И теперь будем смотреть. Что он думает сейчас о вас. Он хочет к вам. Он хочет перемен. Он хочет к вам. Если вы на расстоянии, он хочет к вам приблизиться. Он хочет на корабль сесть, на самолёт, на поезд, на тачанку, на мопед, на самокат. И к вам. Он жаждет перемен. И что он думает? Он думает о встрече с вами. Если даже вы живёте вместе, он всё время думает о встрече с вами. Если вы на расстоянии, он думает приехать. Он думает написать. Он думает на оленях прискакать. На черепахах доползти к вам. И давайте посмотрим, что он чувствует к вам. Мы смотрим сейчас. Вот, ну, близко. Ему сейчас очень тяжело. Как он вас представляет? Видите, карта звёзды были. И здесь смотрите, что выпадает. Ему очень тяжело. Он вас ассоциирует как королева мечей, с одной стороны. Но я уже ещё раз говорю. Королева мечей, она внешне показывает холодность. Вот часто так вот по знакам зодиака козероги женщины поступают. Они вроде бы такие неприступные, холодные. Но если козероги влюбляются, то у них сердце, у них страсть и тело всё вертится, всё шипит, всё. Я образно провела пример просто и все другие знаки. Вот эта женщина, которая как бы скрывает холодность своих чувств, надменная, знает, что делать, знает, как ей поступать, всё расчётливо. И ему от этого тяжело. То есть он вас видит умной женщиной, очень умной, мудрой. И ему от этого тяжело. Он вас глупее, простите. Что он думает о вас сейчас? Если вы в паре, если вы в семье, у кого-то семья, то он думает о вас. Он думает о том, что как с вами, вот с вами было бы хорошо. С вами можно союз. С вами можно скапливать деньги, чтобы купить дом, машину. Это с вами. Что он думает о вас ещё сейчас? А он думает, что он король жезлов, он так вас сексуально хочет, он думает об этом. У него там всё шевелится. Посмотрите, когда... Вспомните, когда я давала описание, или поверните назад, открутите, что он вас там желает. Мукет. И вы. Что он думает о вас сейчас? Ну, вы у него олицетворение и королевы мечей, а в то же время вы королева монет. Нет, королева монет, которая знает, укрепляет семью, которая даёт энергию, чтобы мужчина рос по карьере. Что он думает ещё о вас сейчас? Что вы его фортуна, вы его колесо фортуны, что без вас ему вообще, то есть, руля не держать корабля. Тогда не в ту сторону корабль пойдёт или ко дну. Вот что он думает о вас сейчас. Неплохо думает, но вот эта карта, что ему с вами тяжело. Вы его духовнее, вы его моральнее, вы его умнее. Хотя они говорят, курица не птица, баба не человек, мужики ведь. А я считаю, если курица не птица, а баба не человек, а мужики петухи, то извините. То же самое. Я сегодня вот смеюсь. И вы смейтесь со мной. Так, что он чувствует? Вот я вам опять сказала, что человек скрытный и не показывает свои чувства. Понимаете, он сидит в своей вот этой вот скорлупёнке, в своей башонке, крепости, и только выглядывает, он прячет свои чувства. Он прячет свои чувства, но чувства у него глубоки. Но он никому о них не скажет, потому что он кого-то очень сильно боится, каких-то третьих лиц, которые как драконы эту башню окружают. Что он чувствует к вам сейчас? Он хранит почему-то в тайне вашу любовь. Что он чувствует к вам сейчас? Ну, чувствует он вас хочет, вас, королеву кубков. Что он чувствует? Он чувствует, что боги вам, ему дали эту женщину. Независимо от того, в каких вы сейчас отношениях расстались, поссорились. Может быть, вообще разошлись, и вы уже, теперь у вас уже другой человек, другая семья, или ещё что-то всё другое, у кого у всех по-разному. Кто-то ждёт, кто-то в отношениях. Но вы для него – это действительно женщина Афродита из пены морской. Это боги прямо к его ногам прислали из океана вас. И он это скрывает. Что он чувствует? Да, этот человек бы хотел быть с вами вместе, и даже хотел бы, чтобы с вами именно была его жизнь. Это он чувствует. Мы смотрим о чувствах, о тоске. Мы не смотрим, что у него на самом деле. Может быть, человек закрытый, там у него кто-то есть третьи лица, там не показало. Но здесь вот, говорю, карты, тут выпало три королевы. Но вот здесь мы смотрим о вас, и это о вас. Он бы хотел быть с вами вместе. И знаете, у него болит сердце, и он это никому не говорит. Никому. Что он чувствует ещё? Страдает он. Страдает человек. Очень жаждет вас, как женщину. Жезл у него аж сгорает. Шарики теннисные. Раскалились были белые, стали оранжевые. Что он чувствует? Он чувствует движение к вам. Вот понимаете, он чувствует. Вот мы смотрим этот расклад, и говорю, вот на такой вот энергетике химии, энергетике, где ионы, катионы, электроды, всё притягивается, плюс к минусу. Когда вы смотрите расклад про своего мужчину, он в это время вас вспоминает, он чувствует эти импульсы. И он сейчас, он сейчас очень жаждет вас, он стремится к вам. Ну давайте ещё посмотрим, что он чувствует о вас. Что вы его императрица. Что вы его императрица. Да, вы его, так, чтобы свет не падал, императрица. Да, качельки-то тут есть. Ой, ещё вот открыла карту прямо внизу. Вы его императрица, которую он любит. Тут даже говорить не о чем, которую он любит. Вот так выпало. Ну теперь будем смотреть дальше. Осознанны ли его думы и чувства? Конечно, осознанны. Карта сердца. Ленорман – это карта любви, это карта страсти. Это карта вселенской любви. Это карта, когда в деловых разговорах, в бизнесе, в работе, это всегда карта исполнения желаний, подписания договоров. А здесь осознанные ли у него думы и чувства? Осознанные. Поэтому он их и скрывает. Мало ли по какой причине, каждый скрывает по своей причине. Осознанные ли? Теперь мы возьмём другую колоду. Осознанные ли у него чувства к вам? Ну, они осознанные, человек любит. Осознанные. Ну, знаете, возможно, у вас была недавно или вообще была ссора, расставание, или что-то повоздействовало на то, что ваши отношения, вот как будто то ли охлаждение, то ли расставание, то ли ссора, то ли кто-то, понимаете, крысы. Тут крысы – это и третьи лица какие-то могли вмешаться. Или внешние обстоятельства какие-то, что вас разделили города, границы, ещё что-то. Кому-то нужно в командировку ехать. Это разные обстоятельства. Вы смотрите по своей ситуации. Осознанно, осознанно, знаете, вот у человека большая боль. Вот или вы поссорились, или что-то, какое-то охлаждение, или третьи лица мешают. У кого сейчас всё более-менее нормально, опасайтесь третьих лиц, которые хотят уничтожить отношения. И он как бы на подсознании это понимает. Может быть, понимаете и вы. Осознанно, да, и здесь опять вышла карта колесо фортуны, старший аркан, что, увы, его колесо фортуны. Он хочет, чтобы оно всегда вертелось вверх. Осознанные ли его мысли? Конечно, осознанные. Его действительно распирает. Вы действительно его настоящее солнце, солнышко, радость. Вы, он вас понимает, как что вы женщина, которая может быть в семье, рожать детей, воспитывать детей, давать радость, тепло, энергию. Осознанные, да, и он видит, видите, солнце, и здесь монеты. То есть осознанно, и он себя с вами ощущает очень уверенно. Вы даёте ему импульс в карьере, в любви, в деньгах. Вы его действительно колесо фортуны. Осознанно, осознанно. Но он, знаете, как иногда себя ведёт, как какой-то незрелый мальчик, подросток. Вот то, что он иногда, может всегда, может иногда, не признаётся в своих чувствах, не говорит, он прячется от этих чувств, а вы его императрица, которую он любит. И это всё осознанно. Единственное, что здесь вот, здесь выпало, что есть какие-то третьи лица, есть что-то, что вам мешает, или вы что-то, вот где-то вы вместе что-то надорвали, и это можно восстановить, потому что у мужчины чувства есть. А тоскует ли он по вас сегодня? Ну, он бы ночью с вами провёл сегодня. Карты совы. Это карта ночных встреч. Две птицы. Он и она, конечно, тоскует. И так хотел бы ночь провести с вами. Так тоскует. Тут тоскует, тут даже говорить нечего. Это тоскует ли? Ой, тоскует, и что-то предпринимать не хочется, как крест какой-то лежит. Тоскует, представляет, в мечтах весь, почему-то страдает. Ох, себя представляет вашим императором, а вы ж его императрица. Тоскует ли он? Конечно, тоскует карта влюблённый. Карта влюблённый. Здесь двойка чаш, а тут карта влюблённый. Карта влюблённый в раскладе о отношениях, конечно, всегда говорит о любви. Он очень тоскует, он всё время мечтает, он строит какие-то иллюзии. Движений нету. Но он очень тоскует, потому что двойка мечей – это когда мы что-то хотим сделать, мечтаем, а действие не происходит, что-то мешает сделать действие. Он представляет, что он ваш император, что он у Ноква императрицы. И тоже он очень тоскует и любит. Тоскует ли он? Тоскует. Тоскует, хочет встречи или ждёт вас. Вот понимаете, есть такое Ярославна, плачет на пути, в ли, на стене, причитая. Князь Игорь. А здесь наоборот. Мужичонка плачет на стене, причитая. Тоскует ли он? Тоскует. Потому что он сто процентов уверен, у кого-то это будет кармическая связь, у кого-то просто человек сто процентов уверен, что эту встречу дали боги. Эту встречу дали боги. Не просто так. Вообще ничего случайного в жизни не бывает. Всё не случайно. Вот такой расклад. Тоскует, тоскует и очень. Действий не вижу. Но мы здесь не смотрим на действия. Мы здесь смотрели на чувства, на тоску, на его мысли. Расклад очень замечательный. Девочки, я вас поздравляю. Поздравляю, потому что вместе вы, вдалеке, на расстоянии. Вы что такое с ним сделали? У человека мысли о вас. Внизу о вас. И в голове тоже о вас. И он вас очень жаждет сексуально. Вы его очень сексуально привлекаете. Такая вы королевушина. Замечательная. Вот такой был расклад. А сейчас я вам расскажу, как сделать ритуал. С 30 апреля в ночь на 1 мая будет вот этот праздник. Вальпургевая ночь. В ночь с 0 часов до 2 часов ночи можно делать этот ритуал. Что вам для этого нужно? Вам нужна красная свеча. Лучше красная, тонкая. Нету, значит, возьмите обычную тонкую свечу. Возьмите фломастер и покрасьте ее в красный цвет. Если не можете купить красную. Свеча должна быть именно такая тонкая, не толстая, потому что она должна прогореть. Красную свечу. Если нету, то возьмите обычную тонкую свечу. Можно даже взять православную. Но сейчас красные свечи продаются уже в храмах. И я говорю, просто возьмите фломастер и покрасьте ее в красный цвет. Можно и так сделать. Можно просто обвязать нитками. Ну, просто будет пахнуть. Раньше наши бабушки делали так. Они брали нитку натуральную шерстяную или натуральную хлопковую мулине и обвязывали вот так вот всю свечку. Обвязывали нитью, чтобы всю закрыть. И она тогда становилась красной. То есть нам нужна красная свеча. Фотография вашего любимого. Ой. Распечатанная. Любая распечатанная. Я просто брала карту. Иголка. Любая иголка. Вы иголкой с одной стороны вот здесь пишите свое имя. Иголкой царапаете, например, Наталья. А с другой стороны пишите другое имя его. Допустим, Сергей. Это я вам просто так говорю. Прикрепляете эту свечу. Ставите в подсвечник. Можете наблються, чтобы только, чтобы не упало, чтобы пожара не случилось. Берете в руки фотографию мужчины, любимого. Смотрите на нее в глаза, в глаза. Свечку зажгли. Давайте я зажгу свечку. Давайте я зажгу свечку. Так, где у нас спички? Зажигать нужно только, только спичками. Никаких зажигалок. Только спичками. Вот я зажигаю свечку. Попадает она на нас в кадр. Попадает. Зажигаем свечку. Все это должны делать перед сном, как только ложиться спать. То есть, около кровати. Зажгли красную свечку. Взяли фотографию любимого. Смотрите на фотографию. И читаете заговор. Время ритуала с 0 часов до 2 часов ночи. И читаете заговор. Сейчас я вам заговор скажу. Буду говорить медленно, чтобы вы могли поставить на паузу и записать. Фотографию держите в руках. Смотрите и читайте. В ночь ведьм и шабашей Прошу и умоляю. В Альпурге святая помоги. Любимого имя мужчины. Ко мне имя ваше. Ты позови. Пусть только обо мне мечтает и тоскует. И любит лишь меня. И лишь меня целует. В Альпурге святой Сию мольбу я заклинаю Проводим рукой вот так вот над фотографией. И говорим. Заклято. 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 Фотографию кладете лицом. Вот как бы вверх. Фотографию кладете под подушку. Вот так вот. И потом подушка. И ваша голова. Под подушку. В изголовье на тумбочке. Или что у вас там есть. Свеча должна стоять. Свеча. Поэтому ставьте так, чтобы нигде ничего не перевернулось. И не упало, чтобы не было пожара. Свеча должна. И ложитесь спать. Свеча горит. Свеча должна догореть до конца. Если останется агарочек. То не выбрасывайте его в мусорку. Заверните его в какую-нибудь красную салфеточку. Красную. Красную тряпочку. И спрячьте на какое-то время. Как человек, если появится, то тогда уже вот этот вот агарок нужно будет закопать. Лучше закопать. Можно в реку бросить. Но здесь лучше закопать. Вон маленький закопать. Около какого-нибудь дерева там. Все. Вот такой ритуал. Сделайте, девочки, кому нужен вызов. Вызов в альпургиевую ночь. Очень сильно работает. Кому я давала, то многие говорят, замечательно работает. Также есть вызовы, которые работают замечательно. Мои это вызов любимого на сигарету. Есть другие вызовы, которые тоже хорошо работают. И чистки. Я желаю всем добра, счастья, удачи, радости, взаимной любви. Здоровья, девочки. И улыбайтесь, и смейтесь, как я. Я научилась этому. Я радуюсь. Я вчера, вот честно, вот отвлекусь, уже разделаю расклад. Я вчера, у нас тут вообще творится что-то с этой эпидерсией. У нас пишут, что правительство ведет эти ковид-паспорта. Знаете, я проснула, сказала, не хочу больше так жить. Не хочу жить больше в этой тюрьме. Не хочу жить вот в этой закрытой тюрьме, в этих лагерях. Не хочу. Хочу свободы. Вот день, я так не день, я вот сколько-то помочь. А потом думаю, господи, какая ерунда. Все войны заканчиваются, и мы победим. Посмотрите фильм. Он снят в 2019 году. Там очень похожая ситуация, что у нас. Эбигейль. Вот прям наберите Эбигейль. Эбигейль. Замечательный фантастический фильм, сказка. Опыт так большой для подростков. Но там вот события, как сейчас у нас. И мы победим. Нас 99%. Мы будем свободны. Мы будем радоваться. Мы будем ездить, куда хотим. Всех вам благ. Пока-пока. С вами была Вивиена. С вами была Вивиена.